так друзья в двух местах у меня растут самые настоящие вишни причем вишни не из худших никакой селекции не было но если отбор это тоже селекция то был то есть когда за зиму не хватает витамина эти кисло-сладкие ореши едим гостями потом плюем в этом году еще не плевали почему на грани поспевания а я сейчас поведу вот сюда до волосы вишни поспела и чуть-чуть даже переспела атакует птицы вот немного про волосы вишни а что понятно было и она недооценена она не распространена и не часто плодопитомники они же привозят мусор с южных стран сами знаете какой абрикосы груши яблони нектарины черешни персики а что вырастет у вас они даже не беспокоятся потому что у вас ничего не вырастет они умирают при посадке после посадки и после первой зимы поэтому они даже не боятся что якобы вам продали то что на картинках картинки надерганы с интернетом лидер интернетовских фото самые роскошные оказались у меня я доказывал не раз а волосы вишни недооценена вот она принципе ну ладно на минутку отойдем к вишне которая назвал сибирская штамба с генами черешни лучшее дерево в этом году вот это если пустые деревья из полу пустые особый год вот только начинается цветение удар позднее морозы или весенние заморозки вот смотрите ну согласитесь что урожай будет вот сейчас все плохо видно очень плохо видно да еще на входе неба вот встанем на эту крышу чтобы не провалиться доски накидаем и все это соберем почему да и цены нет она с генами черешни вот и является конкурентом но все таки нормальным садоводам новичкам если бы выбирать я бы предпочел чтобы они выбрали именно войлочную вишню еще расскажу почему значит созревает рано я специально вас подвел к вишне сибирской штамбовой с генами черешни вот про нее рассказывал я еще 1 месяц зреть целый месяц не есть вишню а ведь это вкуснее вишни или на таком же уровне идаль или даже чуть вкуснее вот сегодня у нас сейчас скажу первого был вебинар это был понедельник вторник второе среда 3 4 4 сегодня июля даже это уже можно есть но когда я заготавливаю косточки для вас я жду когда перезреет в этом году особенно злоб стоят птицы знаете почему мало по всей округе мало вишни вот ну такой год на на худший год по вишне всех какие были вот тогда получается так еще раз происхождение вроде бы китай когда-то еще китайское называли вот далее лучшие образцы очень даже приятные на вкус в европейской россии я был полсотни садов нашел две абсолютно негодные как деревья больные и с абсолютно несъедобными плодами то есть я был поражен в сибири ночью все неплохо агротехника значит вот этот лучший куст когда-то лучше был там другой но в те годы я хвалил перехвалил считается до 20 лет они прекрасно чувствуют потом начинают ну как бы сказать выберем слово значит наверное слово не умирать еще ну мельчать болеть то есть 20 лет считается оптимальный срок этой 20 еще нету где-то 15 она действительно уже начинала видите вот такие мощные ветки которые были выше-выше-выше кстати персик хотите видеть вот он не спрятанный да но это я отвлекся как всегда вот 1 пень 2 пень когда эти 3 пень он 4 пень когда эти по не были целые эту вишню собирали там за забором то есть ли мимо и собирали вот можно если видели меня так конечно куда я девать один куст давал ну или в 10 давал так теперь агротехника значит если увидите здесь была выкопана яма прямо в гравий откуда здесь взялся гравий я до сих пор не знаю возможно когда была когда делалась делалась у этого дома фундамент копался и скорее всего сюда высыпался а я привык на горки садить копнул гравий дай чертся выкопал ямку посадил прямо в гравий я же ничего не преувеличиваю вот так и растет гравий очень много 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 отборных ежегодных урожаев дала вот это мой как бы выставочная кофта но начинает угасать показал вам 4 пенечка вот они раз два три 4 5 еще там внизу где-то вот и тогда она уменьшилась в полтора раза по росту размашистость потеряла вот но как видите я не сделал такой глупости я не делаю штамп еще раз овощная вишня это полудерево полу куст она у нее ветки нижние прямо чуть они земли растут и делать и штамп это такая же глупость как делать штамп любому штамповым дереву даже если она штамповая штамп его делать нельзя вот какой есть такой есть и так видите это куст куст получился вот если ветки не брал хотя я ветки это вот такие ветки вот такие кости не будут нормальные в смысле своих можно отрезать вот видите и продавать вот в этом году не все теперь я выключаю эту камеру и пойдем смотреть как мои помощники собирают вишню уже с перерезок деревьев внимание небольшой перерезок